Чем занимались советские актёры в 90-е, которые остались без работы? Светлана Светличная. Звезда легендарного фильма «Бриллиантовая рука» после распада СССР осталась без ролей и средств к существованию. Её мужу, народному артисту Владимиру Ивашову, пришлось работать на стройке, а актриса мыла полы у зажиточных соседей, продавала обувь на железнодорожных вокзалах. Раиса Рязанова. Особенно тяжело пришлось актрисе в 90-е, когда из-за отсутствия работы она была вынуждена зарабатывать на жизнь частным извозом и сдачей своей квартиры в аренду. Фёдор Добронравов. Театральной зарплаты 120 рублей катастрофически не хватало, и по вечерам актёр мыл полы в детском саду и в Третьяковской галерее. Михаил Кононов. Чтобы выжить в 90-е, звезда фильма «Большая перемена» раздавал листовки у метро, торговал газетами и капустой, выращенной в своём огороде. Геннадий Корольков. После перестройки актёр народного сериала «Тени исчезают в полдень», зарабатывал на жизнь гардеробщиком в театре, где когда-то блистал.